Из любителей в ночные легионеры. В Омской области открылась ночная хоккейная лига и пять дружин вышли на лед дворца имени Александра Кожевникова. На торжественное мероприятие прибыли губернаторы Омской области и члены областного правительства. Но не в строгих костюмах, а в хоккейной амуниции и с клюшками. Глава региона не только поддержал инициативу НХЛ, но и пообещал, что команда правительства в ближайшее время присоединится к лиге. Нужно подать пример, показать действительно сегодняшний матч, почему мы пришли поддержать, что пять команд, которые сегодня будут участвовать, это не тот формат, который должен быть в ночной хоккейной лиге. Мы все не профессионалы, мы все любители. Это наше здоровье, это наша разгрузка психологическая, это заряд на следующую трудовую неделю и на тот успех. Это командная игра. И в этой командной игре формируется в том числе единый дух. После открытия количество команд увеличится в геометрической прогрессии, уверены вип-гости. А пока задавать темп ночной лиги будут пять дружин, две из которых открыли сезон голоматчем. За игрой Титана и проспекта наблюдали полные трибуны, а почетный гость Александр Кожевников убежден, любительский хоккей смотреть интереснее, чем профессиональный. Здорово, что в Омске это сейчас произошло. Город хоккейный сам по себе. И для меня было удивительно, что здесь нет ночной лиги. Мы знаем, многие люди, которые встают на коньки в 40-45, потом не могут без хоккея. Это просто уже люди получают удовольствие. В российской ночной хоккейной лиге принимает участие 712 команд. И в конце сезона самые мастеровитые отправятся на финал в Сочи. Омская область представлена в дивизионе 40+, самой престижной категории НХЛ, где разыгрывается главный трофей лиги – Кубок Крутого. Дивизион 40+, это в основном отцы. У отцов всегда есть дети, а уже у этих детей еще сестры и братья. Поэтому вся цепочка семейная идет именно в хоккей. Первый в историю Омска НХЛ матч завершился со счетом 6-2. Первую шайбу забросила команда «Проспект», но более опытный состав дружины соперника быстро набрал обороты. В итоге «Титан» завладел игровым преимуществом, заполучив первую в истории лиги победу и Кубок. Сегодня очень принципиальная игра была. День открытия. Матч очень сильный. Соперник подготовился очень серьезно. И играть с ним, как мы уже один раз с ним сыграли было, конечно. Но сейчас два раза тяжелее играть. Они подкатались, и настрой у них был. Матч-раванш. Омский хоккей с приходом НХЛ стал еще разнообразнее. И благодаря ночной лиге у хоккеистов-любителей появилась перспектива сыграть на льду Олимпийского Сочи уже этой весной. АПЛОДИСМЕНТЫ